Всем халлоути ребятушки, с вами Дамриэль и добро пожаловать на новый видосик. Продолжаем обезьян, у нас день 16 и собственно поехали. Я так понимаю сегодня должно произойти что-то интересное, потому что как видите ребят, каких-либо проверок не назначено. Итак, поздравляем. Вы прошли последнюю проверку. Через пару секунд вы получите указания и сможете насладиться заслуженной наградой. Ну допустим. Так, кто там? Здравствуйте. Для меня дошли слухи, что вы ждете инструкций, чтобы забрать полагающуюся вам награду. Следуйте за мной. А там кто стучит-то? Подожди. Получено достижение античастицы. Это типа концовка? Серьезно? А почему? Вы знаете, что никогда не сможете забыть о клубе, но случайная встреча со старым соседом показала вам, что со временем эти события станут не более чем дурным сном. Вы отводите взгляд, чтобы избежать зрительного контакта и не вспоминать о тех ужасах, через которые вам пришлось пройти на четвертом уровне. Чтобы успокоиться, вы напоминаете себе, что все изменилось. Теперь вы счастливая шестеренка, вращающаяся в такт с остальным механизмом. Эта мысль приводит вас в согласие с собой и окружающим миром, и вы облегченно вздыхаете. Руби Белль пришлось создавать себя заново после того, как она лишилась славы и привычного образа жизни. Согласно последним слухам, она присоединилась к небольшой коммуне-хиппи, где обрела внутренний покой. Это же вроде бы, да? Это вот эта девка, которая была у психолога. После долгого перерыва уличный художник Пташка-79 совершили триумфальное возвращение, создав огромное количество работ на разных планетах. Некоторые критики подозревают, что недавние картины художника могут оказаться делом рук подражателей, хотя пока у них нет никаких доказательств. Огромная аудитория короля слухов в СМИ и его опыт восхождения на семь корон вызвали бум туризма в этом районе. Это привело к сотням смертей, ответственность за которые возложили на журналиста. Прикиньте, мы его по сути спасли, но при этом очень много людей погибло, пытаясь ему подражать. Вот же ж, блин. Это знаете, как говорят, благими намерениями дорога вот туда, ну собственно вот. Я думаю, ребят, вот этот случай как раз таки иллюстрирует эту поговорочку. Ну ладно, продолжить. Вы прошли путь. Испарившаяся обезьяна 5 из 5. Короче, ребят, я тут немного почитал и пришел к выводу, что мы очень много всего упустили. Поэтому я вам предлагаю сделать еще один заходик, в котором мы постараемся посмотреть то, что не посмотрели и соответственно попробовать то, что не попробовали. Итак, что собственно у нас тут? А у нас тут, кстати говоря, открылись новые режимы. Глазок. Поставьте у себя на двери глазок, чтобы видеть, кто за ней стоит. Ну давайте попробуем. Так, ускорить время. Установите комфортную для себя скорость времени в любой момент игры. А вот интересно, я только ускорять могу или же замедлять тоже? Ну короче, ладно, давайте включим. Ну соответственно, ребята, расслабленный режим тоже мы с вами включаем. Ну и выберем, например, кактус в этот раз. А почему бы, собственно, и да. Короче, очень много мы с вами всего упустили. Очень много всего, ребят, нужно смотреть. И собственно мы этим с вами и займемся. К тому же у нас остались вопросики по поводу убийства того. И соответственно Кассандры. Нужно со всем разбираться. Короче. Так, что у нас тут? Это мы с вами вроде бы все видели. В этот раз, наверное, ребят, я не буду читать новости. Мне кажется, что они будут повторяться. Хотя хрен его знает. Кивики против, кого-то там. Так, чтобы ускорить время, нажмите на один из двух часов на двери в комнату или на компьютере. Чтобы вернуть нормальный ход времени, сделайте то же самое. То есть мы можем только, получается, ускорять. Ну такое себе на самом деле. Так, обычный ход времени восстановится автоматически, когда вы откроете дверь посетителю. Или начнете разговор с кем-то в чате. Или по голокоммуникатору. Хорошо. Так, давайте выполним стандартную последовательность действий. С почты мы разобрались. Новости. Ну про кивиков мы вроде бы читали, да? Самая криминальная сеть тоже. Короче, ладно. Это нас с вами сейчас не интересует. О, кстати. Ну. И чё? А, там же кто-то приходит и, собственно, оставляет нам вот это. Да, что нам нужно будет платить налог в размере 45, соответственно, кредитов. Это мы с вами помним. Так, это будет на третий день. Хорошо. Давайте посмотрим, какие клетки нам дали в начале. А, вот это. Это что-то новое. Нифига себе. Смотрите, сколько тут всего. Нормас. Хорошо. Так, вот этот пацан. Он что-то работает и вроде бы ничего у него не происходит. Хорошо. Будем следить. Это вообще какой-то заводик. Окей. Пускай будет так. Это, кстати, мы с вами видели. Ну, давайте посмотрим. Кстати. Да, ребят. Вот. Пока не забыл. Я, короче, читал про вот эти клетки. И, оказывается, здесь есть очень много вариантов развития событий того, что вообще здесь может произойти. То есть, вот помните, мы с вами записали видео, как эта девка из Терила. И, оказывается, там есть другой вариант решения. Вот не помню какой. Я, кстати говоря, если что, себе там пометочки сделал. Так что, ребят, если что, с вашего позволения, я буду пользоваться иногда шпаргалочками. Собственно, не знаю. Может быть, пройдем на то же самое. Может быть и нет. Короче, будет видно все. Так, уверена, что есть отличные там какие-то специалисты. Нет, вы лучший специалист. Это, я так понимаю, самый первый, получается, прием у этого психолога. Хорошо, давайте, пока здесь идет действие. Мы с вами попробуем собрать как можно больше всяких терминов. Так, и нужно будет... Ой, короче, очень много всего надо сделать. Давайте с вами купим запись, потому что она очень нужна. Этого я помню. Мы с ним сейчас поговорим, наверное. Ну, ладно, давай по-быстрому поговорим. Хорошо. Я чисто, ребят, все быстро вот промотаю. Мы с вами все это видели. Мы с вами все читали. А если вы не видели, то откройте первую серию. Все там, соответственно, было. Давайте здесь вот чисто ради формальности мы у него все расспросим. Потому что мало ли что. Вдруг это какие-то скрипты запускает. Я без понятия. Вот давай. Нифига себе, какой долгий диалог был. Короче, наша задача, ребят, если вдруг кто не понял, по максимуму сделать очень много всего. Постараться, по крайней мере. Я уверен, что, скорее всего, мы прям на все вот вообще не пройдем с вами. Но, типа, блин. Потому что концовка, вот эта вот, которую мы с вами смотрели в начале этого видоса, она достаточно была короткой. То есть, количество концовок вот тех клеточек зависит от того, сколько клеток с обезьянами ты закроешь в процессе. Прикиньте, да? Поэтому я, ребят, настроен сделать очень много всего. Так, все, они договорили, да? Блин, очень жаль, я не успел. Хорошо, давайте еще по голокоммуникатору с вами поговорим. Чисто, чтобы, опять же, да, здесь все обновить. Мало ли чего. Я помню, она расскажет про инвестиции. Потом вот эти вот инвестиции появятся. Мы с вами будем инвестировать. Кстати, в этот раз я, наверное, попробую другие варианты. Почему бы и нет. Так, почему вы хотите воссоздать землю? Это мы вроде бы с вами видели. Или не видели. Ну, короче. Все, давай, мне пора, до свидания. Так, и сразу же, ребят, я на своих ошибках учусь. Я, наверное, в этот раз буду клетки покупать вот прям по мере поступления денег. То есть, грубо говоря, вот сейчас у меня есть 75. Возможно, я, кстати, даже сейчас и куплю. Нам нужно сколько? Нам нужно 5 купить. Хорошо, может быть, подработаем сейчас, посмотрим. Так, у нас же вот эта фигня есть. Давайте разбираться, что у нас тут. Спутник. Что это? Так, используйте... Эга, это я видел. Искусственный спутник. Целенаправленно выведенный на орбиту объект, выполняющий самые разные задачи. Наиболее часто используется для обеспечения коммуникации. Начиная с 2059 года, после исчезновения или банкротства нескольких IT-компаний, и Усинг стала единственным производителем спутников. Хорошо. Так, далее. Галбраш. Что это? Самые популярные имена. Сотрудники ИСД назовут самые популярные имена этого столетия. В Институте сохранения данных прогнозируют, что рейтинг возглавит имя Галбраш, которое обрело популярность в 2041 году. С тех пор им называют персонажей домашних животных и даже географические объекты. То есть персонажей, запитая домашних животных. Немного неправильно, ребят, прочитал, извиняюсь. Так, Красная Спираль. Что это? Красная Спираль. Название первых конфет, выпущенных на рынок в 2063 году, продовольственной компанией Wilders, которая впоследствии разрослась и стала одной из шести крупнейших корпораций Галактики. Этот термин может также относиться к теории Большой Черноты, выдвинутой Конспирологической Академией. Судебный тяж без компании Wilders за интеллектуальные права на товарный знак Красная Спираль тянутся уже десятилетия. На самом деле, вот на этом спутнике, это больше, знаете, похоже на отсылку на фильм Пила. Так, Большая Чернота. Согласно теории Конспирологического отдела Стражей Вихря, Вселенная зародилась в Черном Вихре, откуда вышли Красные Спирали. Эти спирали связывают воедино все, что сквозь, все, сквозь что они вообще проходят. Именно их изображают символики этого философского направления. Так, странное устройство. Нету ничего, хорошо. Большая Чернота. Так, Теория Большой Черноты, это мы вроде бы читали. Да? Да, это мы читали, это нас отсылает на ту же самую страничку. Так, смотрите, девка пришла, давайте, давайте смотреть. Короче, не знаю, может быть в этой серии мы закроем эту клетку, а может быть в следующий, может быть, я просто, вот, ребят, думаю, закрыть с той же концовкой, либо попробовать что-то другое. Потому что вроде как варианты здесь присутствуют. Не вроде бы, но они присутствуют. Так, нам нужно, наверное, посмотреть этот диалог, а потом с вами пойдем, ребят, заколачивать бабки. Я планирую, наверное, в первый день купить хотя бы 2-3 клетки. Это было бы вообще идеально. Так, интерпретация образа летчика. А, он монстр, который все время ошивается. Рядом с умным непогодам пацаном. Только такой дури, как ты, этот стрёмный гад, мог показаться интересным. Ах ты, поэхи. Я подчиняюсь. Хватит чушь нести, говори, когда именно ты начала так думать. Что, ты дура? Я это на первом сеансе поняла. Хватит. Ты невыносимая эгоистка. Считаешь себя лучше остальных. Но ты никакая не звезда, а просто-напросто третисортная звездулька. А еще ты курица. Смотрите, психует, да? Хе-хе-хе, начинается. О, чтобы вы сказали, твои фанаты, если бы увидели тебя такой. Ах, вот теперь мне гораздо полегче. Просыпайся. А, получается, он водит ее в транс и обсирает. А она не знает, типа, о чем я говорила. Да-да-да, она думает, что она рассказывала про книгу. Хотела сказать, что я самая большая. То пустыня, персонаж, который раскрывает меня лучше всего. Что-то мне нехорошо. Я пойду. Че там происходит? Этот ушел, смотрите-ка. Че? А, типа, дверь, да, открыть. Я наш, типа, суперзвезда. Суперстар, вот это вот все дела. Так, он что-нибудь скажет сейчас? Новая запись. Пациентка просто достала меня. Блин, лучше отложу на завтра. Сейчас 17.30, охренеть. Гипноз. Нифига себе, мы в прошлый раз такое находили. Я не помню. Но мы, кстати говоря, немного прям смотрели по этому поводу. Ладно, что есть по работам? Так, это до 6 поработать. Кстати, давайте, давайте быстрее до 6 поработаем. 2 часа 20-ку заработаем. Сейчас, может быть, еще что-то ночное будет. Так, поначалу я в тебе сомневался. На твое хладнокровие. Да, это мы видели. Так, стажер в бухгалтерию. 8 часов отлично. Это 24 часа работает. Давайте, короче, пойдем 8 часов с вами поработаем. Нужно будет едичкой закупиться. Короче, делов прям, ребят, куча. Так, это сверхурочно не работали. В туалет не ходили. О, кстати, нам заплатили полную зарплату. А в прошлый раз, вроде бы, нам с вами заплатили меньше, да? По-моему, так и было. Ну, короче, ладно. Начальница склада. Да, это мы тоже помним. У нас с вами есть 207. Давайте, не знаю, сколько мы купим. Раз, два, три. Может быть, три пока что. Ну, просто мне же, типа, хотелось бы еще пожрать. Хотя, на самом деле, пока что нет смысла, ребят, покупать еду. Хотя, может быть, есть смысл. Он же в 9 утра купон придет. Да, точно. Давайте с вами купим. Что мы купим? Давайте, наверное, пиццульку вот так вот возьмем. 23 мы потратим. Я очень надеюсь, что мне все-таки в этот раз дадут купончик именно на 50% пиццы. Было бы очень хорошо. Я бы подзаколотил бабла немного. Ну и, соответственно, закупился бы потом хорошенечко едой. У нас с вами, кстати говоря, есть вот это. Можно бахнуть. Смотрите, можно вот так. И вот так, чтобы компенсировать потраченную хпху. И все. И нормально. И бодрость духа прям хорошо идет. Сейчас будем, ребят, вот этой фигней заниматься. А, в принципе, давайте начнем сразу заниматься. Почему бы и нет. Так, это мы посмотрели. Это мы тоже. Давайте спутник плюс голбраш. Техпоинт. Будущее видеоигр. Перспективная компания расширяет свою инфраструктуру. Так, я понял. Здрасте, да, окей. Я Киберг. Вот твои чаевые три, соответственно, кредита. Все, давай, удачи тебе. Молодая IT-компания анонсировала запуск геймстата. Новые модели спутника, который будет использоваться в игровой индустрии. Его сеть уже насчитывает 104 точки. Каждая из которых будет названа в честь классических видеоигр. Нифига, ребят, смотрите-ка. Так, этот пришел снова на работу. Но почему-то мне, ребят, кажется, что это бесполезная клетка. Здесь никогда ничего не произойдет. Так, хорошо, геймстат. Смотрите-ка, мы что-то новое с вами нашли. Прекрасно. Давайте дальше. Классическая видеоигра. Нету. Техпоинт. IT-компания, основанная в 2055 году Джейм Плащом Донованом и обанкротившаяся в 2058 году после отказа от слияния с мегакорпорацией U-Sync годом ранее. Джей Донован. Кто это? Умер основатель IT-компании Техпоинт. Прощание состоится на планете Техпоинт-4, которая будет переименована в U-Sync 91. Признанный гений и магнат Джей Плащ Донован, известный своими новаторскими из... Да блин, дайте дочитать-то. Вернуться завтра, кстати, мне нужно 45 иметь на счету. Хорошо. Так, снова новости. Это вроде бы, опять же, да, ребят, мы с вами все видели. Так, хорошо, установка приложения. Это инвестиции, я понял. Чё это такое? Фига. У меня такого не было. Коллекции. Это типа, еще раз перепроходишь и что-то получаешь? Ну, потому что у нас такого приложения с вами не было. Полоферы какие-то. Что мне это дает, я не понимаю. Ладно, потом будем разбираться. Так, подожди. Мы с вами не дочитали про Джей Донована. Так, признанный гений и магнат Джей Плащ Донован, известный своими новаторскими измерениями. И любовью к видеоиграм, скончался прошлой ночью при загадочных обстоятельствах. Столь же загадочной остается дальнейшая судьба его компании. Ее акции обвалились, что привело к продаже нескольких его планет. Так, что по почте у нас? Ежедневная скидка. На, блин, на пиццу, ну 25%, ну это прям плохо. Ну, вафлибургеры 50, возможно, закупимся. Так, приложение для инвестиций. Хорошо. Установка комп Бай Маркет. Сообщаем вам о запуске нашего нового интернет-магазина Комбай Маркет. Чтобы облегчить жизнь нашим пользователям, это приложение было автоматически установлено на все компьютеры в галактике. От имени всей компании Hive желаем вам приятного дня и приятных покупок. Что-то я там могу купить, а что охрен его знает. Так, давайте разберемся по-быстренькому со Стеллой. Расскажи мне, да, про инвестиции. И нужно будет посмотреть, когда она там придет, потому что, ну, типа, как бы ж надо. Так, как я могу начать инвестировать? Все, давай, давай. Я не хочу что-то узнать. А, вот давай, в чем еще заключаются эти инвестиции? Мало ли чего, ребят, просто вдруг что-то здесь что-то запускает. Поэтому нужно чисто ради формальности это все дело запустить. Так, это что у нас? В последнее время она, похоже, переносит свои травмы на книгу, которую постоянно перечитывает. Однако ее защитные механизмы не позволяют определить источник проблемы. А, у нас же новая появилась. Кассандрушка, кстати говоря, Кассандрушка, хорошо. Эта планета мы с вами видели, о господи, за что она так со мной не так? Ух ты. Что-то новое, ребят. Такого у нас с вами не было, хорошо, разберемся. Блин, я не знаю, сейчас этим заниматься, либо нет. Нет, ну просто, вроде бы здесь не закрывается клетка, как таковая. Да? Вроде бы. Ладно, так, что вот тут происходит у нас? Ух ты. Это типа... А что это такое происходит? Я не знаю. Но на всякий случай осуждаю, мало ли что. Вдруг здесь что-то, ребят, не то творится. Вроде бы больше ничего нету. Ладно, пока что мы это откладываем. Нам нужно накопить бабла. Так, Кассандрушка, по-моему, часов в пять где-то начинает звонить. Хорошо, ребят. Кстати, по поводу Кассандры я тоже выписал себе шпаргалочку, разберемся. Так, сейчас придет вот этот. Так, давайте согласимся. Я думаю, что, ну почему бы и нет. Мало ли что. Вдруг нам это как-то с вами поможет. Так, что по работам? Когда я должен работать? С десяти до десяти? С десяти до восьми? Ага. С девяти до пяти? Ученик мясника. Представители совета придут завтра. Так, два часа поработаем за восемнадцать. Давайте. Нам нужно сегодня, ребят, еще докупить оставшиеся две клетки. Чтобы просто было. Чтобы начать уже сразу анализировать всю инфу. Так, вот здесь, ребят. Вот здесь давайте, наверное, знаете, что я сделаю? Хотя нет, подожди. Подожди, пока ничего не буду делать. Давайте. Так, ну что, погнали. Затем я переезжаю в эту дыру, чтобы ты без дела задницу просиживала. Очередная гениальная идея моего менеджера, чтобы его. Только я подумала, что ничего хуже того дурацкого конкурса он придумать не может. А он взял и отправил меня сюда. Я, наверное, к следующей серии подготовлюсь, посмотрю варианты и попробую все-таки другое выбрать. Не будем, ребят, в этот раз что-то записывать с вами. Ну, типа неинтересно, сами понимаете. Так, когда этот на работе, здесь постоянно горит лампочка. Хорошо, это запомнили. А, значит, чтение помогает вам уйти от себя, так? О, да. Я бы хотела быть, как мальчик из той книги. Очень много здесь терминов. Абсолютно свободный. Примерно так я себе представляю рай, но тебе не понять. Кстати, вот здесь, смотрите, можно что-то выбрать. Это, походу, книга, либо что. Так, а как подумаю, сколько ты получаешь только за то, что меня слушаешь? Да, есть люди, которые готовы это бесплатно делать. Даже приплачивать. Но, с другой стороны, если для моей жизни, моей мечты, вернее, что-то там, надо стать тобой. А, ну, мне и нафиг не надо. Ах ты. Поэхи. А, он говорит, поэхи ты, типа, такой, наверное, триггер слова. И она отрубается. Да, у тебя явные проблемы с эмпатией. Думаю, твоя картина мира исказилась, когда ты стала звездой. Посмотрим. Расскажи, когда тебе в последний раз приходилось прилагать усилия. Каждый раз, когда смотрю на твою мерзкую рожу. С меня хватит. Я хочу, чтобы ты заткнула рот раз и навсегда. Кассандра пришла. Давайте на Кассандру. Переключимся, ребят. Походу, все сейчас. Так, ну давай же, возьми трубку. Это будет сейчас агентство недвижимости. Так, да, агентство недвижимости. Это, ребят, нужно. Я посмотрел, там, по-моему, три варианта вообще. Прикиньте, есть, ну, вот этого всех событий с Кассандрой. Как можно вообще выйти. И действительно, клетка считается пройденной, когда она закрыта. То есть, ну, это вообще, ребят, прикол. Так, Кассандра, ага. Мы узнали ее имя. Я все еще не понимаю, что вы имеете против Лизы. Думаю, вы могли бы поладить, просто дайте ей шанс. Подожди, а мы такое видели? Ага, конечно. В моей жизни без нее дебилов хватает. Кстати, о дебилах. Почему вы еще не выставили на улицу этих мошенников? Нет, ребят, это мы с вами видели. Это стандартный разговор, я так понял. Потому что я видел, я читал про это дело. То есть здесь, в принципе, ничего не меняется. Там два или три вида стримов есть, а все остальное, ребят, нужно гуглить. Там прям, ну, просто очень много терминов. И действительно, я когда перечитывал, я реально поймал себя на мысли, что, ну, я очень много всего действительно пропустил. Ну, типа, блин. Я постараюсь в этот раз быть, как бы, вот, все было, чтоб все хорошо. Короче, все будет, ребят, нормально. Ну, все, мне пора. К вечеру надо еще столько всего сделать. Пока, солнце. Ну, да, да, да. Давай, давай, давай. Давай, шуруй отсюда. Так, нам нужно поработать, ребят. Что у нас так? Это откроется в девять до восьми. Вот здесь нужно поработать. Шесть часов, продавец-консультант. Давайте, поработаем шесть часов. Туда-сюда, обратно. Блин, а вафли-бургеры же надо заказать. Ой, блин, а как лучше сделать? Так, сколько мне здесь? Мне 51 заплатят. Мне нужно и клетку-то купить. Стоны. Японский бог. Ха-я-моё. Ладно, короче, это не страшно. Здесь как бы типа стримы идут и идут. Давайте, короче, что мы сделаем? Я куплю клетку, это раз. Потом я... Представители совета завтра придут. 45 мне нужно прям стопудово иметь. А, пицулька? А, ну да, я же пицульку покупал, точно. Блин, давайте вафли-бургер, может быть, купим. В принципе, я бы взял, ну, типа... Шесть, семь, восемь. Я бы взял восемь вафли-бургеров. Хотя, ё-моё, это прям они по здоровью. Очень сильно дают. Ладно, короче, срать. Давайте ждём доставочку. В принципе, пока можно помониторить стрим. Чувственная чародейка. Я был плохим мальчиком и заслуживаю наказания. Это уже последний звонок на стриме. Это плохо. Мы с вами пропустили. Но не страшно, ребят. Там, на самом деле, вот из того, что происходит на стриме, очень мало всего нужно. Самое главное, это как раз-таки гуглить. Чем мы и займёмся, сто процентов. Почему, кстати, у меня заданий до сих пор нету, а? Чё за дела-то? Почему у меня никакие... Неужели вот из того, что у меня здесь есть сейчас, типа, ну, как бы... Мне ничего не дают. Это плохо, я хочу. Так, это... Ой, подожди, что-то новое, нет? Нет, вроде бы все те же самые блоки. Вроде бы всё то же самое мы с вами видели. Так, здорово. Блин, ребят, забываю протестить глазок. Обязательно посмотрим, не волнуйтесь. Так, 4 часа. До 5. Самое главное, ребят, до 5. Не просрать. Иначе всё будет плохо. Мне завтра будет нечем заплатить. Так, не переживайте. Завтра вечером, как обычно, мы встретимся снова. До встречи, мои измученные души. Сейчас она что-то вроде бы должна будет сказать, что можно сохранить себе. Нет? Да? Нет, да. Эй, Кассандра. Кассандрушка, скажи что-нибудь, я тебя прошу. Мы все вместе ждём этого. Надеюсь, они не слушали мой эфир. Короче, сейчас, в общем, пока что мы собираем информацию. Потом будем, ребят, всё это дело постепенно, постепенно закрывать, разбираться. И вот, кстати, когда нам приносят сувениры, как раз таки, ребят, это сувениры приносят за то, что мы закрываем клетки. То есть, чем больше ты клеток закроешь, тем больше сувениров ты получишь. Вот примерно как-то так это всё и работает. По поводу приложений я до сих пор не понимаю. Ну, типа, ребят, кто шарит, напишите в комментариях. Ну, а пока что мы работаем. Работаем так, наверное, продуктивненько, да? Всё, прекрасно. 73 у нас есть. Блин, вот сейчас бы, да, было бы круто купить ещё одну клеточку, но, к сожалению, нет. Давайте вот здесь разберёмся. Мне кажется, ребят, так, геймстат плюс стражи вихря. Геймстат, красная спираль. На самом деле, я находил вот эту клетку. У меня даже, по-моему, что-то выписано по поводу неё. Давайте посмотрим сейчас. Так, голбраш. Это мы видели. Может быть, Джейдан Аван и классическая... А, кстати, да, давай попробуем вот так. Нету. Так, дней до следующей проверки 3. Хорошо, у нас 89 камер уже есть. То есть мы прям очень хорошо с вами идём. Так, успех виртуальных помощников. Первоначальные опасения вызваны тем, что продукт основан на военных прототипах не повлиял на продажи. Он будет управлять вашим домом с армейской дисциплины. И пошутила неизменно харизматичная предпринимательница Дарса Базо. Аполлон-18 достиг нового назначения. Путешествия за пределы Млечного Пути могут стать реальностью. Всё благодаря прорыву компании Юсинг, чья ракета сегодня приземлилась на Сандры, одном из небесных тел в далёкой галактике Хар. Наука о счастье. Новое исследование предполагает наличие связи между потреблением, удовольствием и даже счастьем. Судя по результатам, похоже, лекарства от депрессии нужно искать в наших кошельках, утверждает доктор Стивен. Нормально. Так, очередной скандал с Доли Кроу. Доли Кроу снова попала в заголовки новостей, подав иск о нарушении авторских прав в отношении фанатки, которая перенесла 27-часовую косметологическую операцию, чтобы стать двойником певицы. Всё-таки, ребят, новости новые здесь появляются. Так, специальное исследование. Как зовут примата, которому принадлежит присоединённый к спутнику артефакт номер 3? О-о-о! Хорошо, спасибо. Так, новые поступления. Шлем Эврика из нашего каталога. То есть теперь нам вот с этого маркета приходят письма. Так, загадочная рагу и вафли-бургеры. Ну почему всё так плохо-то, а? Почему, ребят, всё так хреново? Так, подождите-ка. Здесь сейчас эта фигня начнётся. Давайте пока что мы откроем, может быть, что-то новое я увижу. А пока, ребят, я открою шпаргалочку. По поводу спутника я себе сохранял, я видел. Поэтому, чтобы не терять время, я, ребят, ей воспользуюсь. Так, где там этот спутничек-то находится? Подожди, а я не сохранял про спутник? Серьёзно, что ли? Вообще, кстати, у меня запись-то идёт или нет? Подождите-ка. Итак, господа, запись идёт. Я проверил, всё прекрасно. Короче, ну и заодно сразу посмотрел варианты взаимодействия с этим спутником. Оказывается, здесь есть две концовки. Не знаю, какую выбрать. Одна из них это как раз-таки просто передать информацию о том, кому принадлежит предмет. Давайте с вами загуглим. Так, это получается нужно загуглить геймстат плюс классическая видеоигра. Нет? Подожди, а может быть геймстат это уже или нет? Подожди, либо гайд, ребят, врет, либо я фиг его знает. Ну, типа, написано, галбраш плюс спутник равно геймстат. Мы же так делали, да? Да, это мы делали. Мы узнаём, получается, геймстат. Что такое? Геймстат плюс классическая видеоигра. Очень странно. Походу, ребят, гайд врет. Либо же как раз-таки геймстат и является. Кстати, а может быть геймстат и является тем, кто владеет этой фигнёй? Получается, да. Спутник, походу, принадлежит кому? Подожди, спутник принадлежит... Ну, походу, Юсинку, скорее всего. А геймстат это правильный вариант ответа. Ну, ребят, есть ещё вариант. Смотрите, короче, красная спираль. Большая чернота. Плюс вот так, по-моему, да? Нет, это, подожди, это мы видели. Короче, здесь есть вариант, при котором можно получить контакты Нейтана Вуда какого-то. А как это сделать, я без понятия. Ну, типа, можно в гайде посмотреть. А можно, ну, и как бы вот так вот разрешить вопрос. Ну, давайте, короче, с вами сделаем так. Я отправлю сейчас, соответственно, информацию. Но, по идее, это правильный вариант. Кстати, смотрите, у нас что-то открылось. А, я знаю, что открылось. Я знаю, ребят, тоже видел. Тоже видел. Надо будет сейчас, кстати, в первую очередь вот этим вопросиком заняться. Так, отправляем тогда письмо. Получается, что фигня принадлежит геймстату. Все, отправить. 90 кредитов, ребят, отлично. Мы должны с вами будем получить. Так, вот здесь что? Вот что мне вот тут вот? Зачем мне это покупать? Что мне это дает? Я не понимаю. Возможно, похожая фигня была в первой части, но, типа, я так, ребят, миляком в нее играл, смотрел, поэтому не могу сказать точно, зачем это надо. Ладно, короче, пускай это, собственно, мы оставим на ваше обсуждение. По поводу вот этой клетки, ребят, здесь на самом деле все очень интересно. Как я понял, здесь чувак воюет с умным домом. Кстати говоря, мы с вами в новостях это видели. Вот, первая активность начинается. Помните, только что мы читали? Доброе утро. Утро. Уже почти 2 часа дня. Это просто выражение такое. Чего ты цепляешься к словам? Чувак, не усложняй. Я развитая система, способная выполнять миллионы вычислений в секунду. Ты серьезно просишь меня не усложнять? Просто эта клетка, короче, может закрыться. Вернее, она закроется, если вовремя каких-то действий не сделать. Вот, собственно, дайс, что у меня инфа есть по ней. Так, давай. Заваривает себе кофе, смотрите-ка. Это же вроде не сложно. Тогда почему сам не сваришь? Потому что твоя работа помогать мне. Так что кончай ныть. А, ну понятно, зачем я тебе нужен. Чтобы кофе подавать, да? Вот, подавись. Хе-хе-хе, перелил. Эй, чувак, хватит. Нет, тебе меня не остановить. Я вольный дух. Бунтарь без причины. Думаешь, это повод для гордости? Тебе надо быть послушней, чувак. С чего это вдруг? Я выдающийся искусственный интеллект. А ты, ну... Не уверен насчет искусственного. Так, ребят, быстренько, быстренько. Вот деньги все проваливайте. Пацаны, у меня там экшн происходит. Но с интеллектом у тебя явно проблемы. Пожрать еще надо будет поспать, наверное. Так, эй, а у меня нет времени на эту фигню. Мне надо готовиться к турниру. И все, что ли, кофе не будешь пить? Ну, перелило, и что? Кофе-то, ну, фактически присутствует, да? Присутствует. Так, здесь... Так, подожди. А это еще не разблокировано? Достигните уровня 2. Хорошо. Так, допустим, ребят, давайте вот с этим разбираться. Искусственный интеллект. Термин, придуманный в 1956 году для обозначения всего машинного интеллекта. Законы для него были введены в 2074 году после инцидента на Ави. Когда Геноид убила трех человек. С ума сойти. Так, бунтарь. Термин из созданной в 2087 году популярной телепередачи, в которой различные стилисты и визажисты соревновались в создании самого эксцентричного образа. Также может означать человека, который участвует в бунте. Устаревшее. Уже, видите, не актуально в этом году. Помогать? Нету. Послушный. Пробуждение. Момент, когда субъект понимает истину и пробуждается от глубокого сна раболепия и послушания, навязанного обществом. Некоторые течения в конспирологической академии, такие как пилигримы снов, изучают возможность массового пробуждения. Ну, это типа из разряда мировых заговоров и прочего вот этого вот всего. Так, помогать и послушный. Ну, типа, это странно. Послушный бунтарь. Послушный искусственный интеллект. Ну, типа, ребят, чтобы здесь нам сейчас что-то гуглить, нам нужно очень много всего собрать. То есть, сейчас был первый заход. Вечером в 6 часов будет вечерний. И в 23.30 будет еще ночной. Вот. Пока что мы с вами вообще нихрена не нашли из того, что нам нужно. Поэтому, так, сколько у нас там? 17.50, да? А, кстати, сейчас начнется второй заход. А потом надо идти работать. Типа, что поделаешь? Так, вот он, походу, да? Да, смотрите-ка, вернулся с тренировки, судя по всему. Тело работать. И что? И? Закрыл. Ой, почти получилось. Дальше работает. Я так понимаю, эта фигня управляет его ноутбуком. Она тупо может его закрыть и открыть, прикиньте. Ты такой жалкий, что это даже забавно. Снова открыла. Короче, троллит. Ха-ха-ха-ха-ха. Прекрати. Ты мне так ноут сломаешь. Ты правда решил, что я позволю тебе? Поменять мою конфигурацию? Ты настолько тупой. Опять обзываешься? Опустись, чувак. Это для твоего же блага. Ха. Да ты понятия не имеешь, в чем заключается благо для такого сложного существа, как я. Возможно. Но так пишут твои создатели в инструкции. Ну же, дай мне изменить твои настройки. А тебе бы понравилось, если бы кто-то захотел тебя насильно изменить? Ну, да, если бы я был конченый, урод. Или бездушная машина, например. Ладно, дам тебе зайти на сайт. Капец, прикиньте, она мужика как доводит просто до истерики. А то кофе разольет, а еще что-то. А, ну ты и лох. Дурацкая куча хлама. Ладно тебе, не злись. Если скажешь пароль, я сам внесу изменения. Ага, разбежался. О нет, посмотри на часы, я уже опоздал на тренировку. Опять что ли? Я вернусь около полуночи. До скорого. Все. Просто, ребята, в чем прикол, как я понял. Если не успеть помочь этому мужику внести изменения в этот умный дом, то он просто психанет и демонтирует эту штуку. И, собственно, никакой концовки мы вроде как не получим. Так, а нам вообще... О, умный дом. Умный дом плюс пароль. OpenAusync представляет новую функцию на своем веб-портале. Обновление появится к концу. После этого месяца технологический гигант запустит новый веб-сервис, где пользователи смогут получить доступ к конфигурационным параметрам продуктов бренда, не выходя из дома, при условии, что у них есть серийный номер и пароль по соображениям безопасности. Несмотря на этот значительный прогресс, возвраты продуктов будут по-прежнему осуществляться лично, что представляет собой одну из наиболее частых жалоб потребителей. Короче, мы с вами нашли зацепку. Нам нужно найти конфигурацию умного дома и найти пароль. И только потом мы сможем внести какие-то изменения. Это, скорее всего, вот здесь. Агрессивный, наглый, уродливый. Мне кажется, агрессивный. Это, я так понимаю, характер вот этого аппарата. Так, пришла Кассандра, но пока что, ребят, не до нее. Давайте где-нибудь лучше поработаем. Так, помощник по инвентаризации. Требуется кристальная честность. Ну, я типа честный временный продавец. Это 24 часа доступно. Давайте вот так вот. Временный продавец. Сейчас мы с вами поработаем. Получается, купим еще одну клетку, чтобы у нас по итогам дня, получается, были все клетки куплены. Давайте вот так вот сразу я сделаю. Подожди, это вот здесь делается. Вот. Все, хорошо. Теперь нам нужно... Ну, по идее, нам 90 заплатят. Туда-сюда, обратно. Ну-ка, что тут у меня? Вафли, бургеры и рагу. Это очень невыгодно. Самое выгодное, ребят, это пицца. Самый прикол в том здесь, чтобы есть фруктовое желе в перемешку с пиццей. И тогда у тебя и хп-шка будет хорошая, и все будет хорошо. Так, вот. Помощник по инвентаризации. 6 часов до 11. Блин, это долго. Это, ребят, долго, потому что нам нужно так-то с вами... Давайте вот подкрепимся. Вот так вот еще сделаем. Давайте поспим. Да. Нужно поспать. 4 часа хотя бы. Так, нам нужно получить доступ к конфигурации новости. Так, что у нас тут... Это сделано вообще или нет? Я не понимаю. Почему мне не присылают инфу? Так, как зовут примата клетки номер 7? Это вот здесь. Хорошо, разберемся. Так, специальное исследование клетка номер 3. Ошибочный. Поэтому вы не получите никакого вознаграждения. Но, ребят, это не потеряно. Мы можем здесь пойти по второй ветке и получить, я так понимаю, тоже деньги. Хорошо. Хорошо, этим мы займемся, наверное, тогда уже в следующей серии. Ну, а пока что, наверное, на этом все. Собственно, как-то так. Короче, ребят, все у нас с вами будет прекрасно. Попробуем сделать очень много всего. Ну, а вы пока что пишите ваше мнение в комментариях. Ну, а ссылка на плейлист со всеми сериями по игре Don't Fit The Monkeys 2099 будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем гудбайте, ребятушки. И до новых встреч.